Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. Обсудим с вами мукбанг-хрюкбанг. Ужинаем на нашей уютной кухне. Ну, уютом там, конечно же, не пахнет, но макарохами с рыбой испорченной точно пахнет. Ну и немытой уралкой. Знаете, в комментариях на Дзене уже пишут обо мне, что я уже Уралку со всех сторон обнюхала. Слушайте, как-то я умудрилась из Белоруссии сгонять и её всю обнюхать. Тут через экран просто прёт. Ну, а пишут они из-за того, что точно такие же, как Уралка, раз они поддерживают немытость и хажденьги в стоячей тунике, то, ну, тут можно сразу сделать вывод, что такие же неряхи, такие же ленивые и такие же, видимо, прожорливые сидят сутками, выжидают. Когда же выйдет кино Уральское, да? Когда же следующая серия сериала? Чтобы написать очередной раз либо хвалебную оду Уралочки, либо нагадить на вишню. Ой, ребят, какие же они все смешные. Я всегда удивляюсь. Вот неужели есть такие люди, которые могут поклоняться Уралке? Ну, что, Уралка раскладывает по тарелкам, себе так прилично навалила, да? Ну, а Сафару вообще целую тарелищу. Тарелки-то у них огромные, огроменные, да? На сей раз они купили здоровые и уже не отмажутся. Ну, и, значит, ой, тут Сафар сейчас себе и чай приготовит, а то Дуня уже пошла мякать по комнатам, не мяукать, да? Ну, как все говорят, а у неё мякает, мякает. Она как что-нибудь скажет. Кстати, ребят, ещё раз я говорю про ударения. Я их ставлю ненамеренно, неправильно, в некоторых словах только которые говорят фрики. Я говорю ложу, ложит, потому что обозреваю тех или иных фриков, да, которые именно так говорят. Но где-то я могу сказать сама неправильно. По той причине, что я не живу в России. И я не могу, как попугай, в каждом видеоролике об этом говорить. Когда мне пишут культурно, Оля, так правильно, я всегда благодарна. Потому что методом тыка я запоминаю, да? Когда человек с добром пришёл на мой канал, это мой зритель, это мой подписчик, он мне подсказывает, и я всегда благодарна. Но когда приходят и начинают вести демагогию, и с восклицательными знаками мне написывают, то таких я буду отправлять сразу же, без разговоров, в баню. Я не попугай. Если вы мой зритель, то вы прекрасно должны уже знать, где я живу, в каком государстве. Я не как некоторые живут в России, и ни одного слова по-русски не могут правильно сказать. Ну что, сели Уралка с Сафаром за стол, хлеб даже на столе и салатик. А видели, как салат Сафар открывал? Как он шморгал по этому столу этой банкой. Эти столы, слушайте, скоро превратятся неизвестно во что. Всё новое купили, а превратят эту квартиру в помойку, как резиновую однушку. Показывает целое блюдо, да, еды. У Сафара типа больше. Дальше, слушайте, эту тарелку с фруктиками потянуло. Шморгают тарелками, банками по столам. Знаете, вот как ножом по сердцу, когда вот новая мебель, ты с любовью, с душой относишься. У меня, вот, ребят, стол книга, ну, стоит просто для того, чтобы, ну, там, день рождения отмечать, когда гости приходят. И то, там всегда на столе скатерть. Ну, а если, в конце концов, мы просто раскладываем семьёй поесть и уже не застилаем ничего, то, чтобы кто-то вот так шморгал тарелками или ещё чем-то. Всё ценим, всё ценится. А здесь какое? Здесь нет никаких ценностей. Уралка ещё нас жрёт. Тоже пару миллиончиков. Новое купим, как любит говорить Сафар. Ему-то что? А это он глотает целиком эту жратву и думает, что ей оно пойдёт на пользу. Несите, говорит Уралочка, из своих холодильников всё на стол. Садитесь, кушайте. На голодный желудок жизнь якобы нехороша. Уралочка, это ты не можешь. У тебя одна мечта пожрать. А мы-то живём и на голодный желудок бывает. И жизнь у нас прекрасна. Потому что у нас кишка так не растянута, как у тебя. Кстати, когда она в начале видеоролика вот стояла и раскладывала эти макарохи, какая же она огромная. Слушайте, она просто квадратная. Дальше Уралочка сказала, когда покушаешь, сытый, довольный, весёлый. Вот, вот, ребят, вот вам и доказательство, что у неё счастье только от жрачки. Вот она и доказала всем, что она весёлая и довольная, когда нажрётся. Да, и мордой в подушку. И посмотрите, ребят, как она хватает эти макарохи. Это просто жесть. Она готова, слушайте, пол тарелки в рот закинуть. Уралка, ну ты и проглот. Кстати, уселась Уралка впереди, а Сафар получается дальше, чем она. И, слушайте, он по сравнению с ней такой пепстриг, я не могу. Ну, правильно, как она говорит, да маленький, да полюгавенький. Ну, конечно, она как громила просто по сравнению с ним. Дуня там мяукала, потом в итоге пришла на кухню, и Уралка говорит, вон, есть она, ничего не хочет, сосиску дала, и всё. Конечно, Уралка, а чем ты её кормишь? Дешманскими кормами за 15-20 рублей. Это кормёжка для кошки? Конечно, сосиски кошки любят, я уже говорила. Но, опять же, у Уралки нечем думать. Она хочет кошку опять, слушайте, опять, чтобы она слегла, ещё что-нибудь, чтобы случилось. Ну, правильно, разве там нужна кошка, особенно Сафарчику, который терпеть не может шерсть? Дуня продолжала мякать, как сказала Уралка. И, значит, Уралочка говорит, ну, может, это после лекарства, может, что. И тут Сафар давай рассказывать, где он был. Я, говорит, поехал в нотариус, потом там ещё куда-то. Опа, а чё ж ты поехал в нотариус? Ты что, в нотариусе забыл, чтобы тебя кто спросил? Или Уралка уже квартиру переписала сама? Странно как-то получается, а, ребят? Чё это, мне интересно, делали в нотариусе? Ну, и дальше там Сафар рассказывал, как эта Дуня, значит, сидела, укрывшись капюшоном, и никак он там её не мог, значит, застегнуть, расстегнуть. Ну, и Уралка говорит, ой, я её хотела вот сюда, то есть как бы за пазуху заткнуть. А она, говорит, как тяпнула меня, да она вас обоих ненавидит. Терпеть она вас не может, потому что не умеете вы, не умеете вы правильно ухаживать за животными. Для вас это игрушки, которых потеребить можно, когда им не хочется, запихнуть за пазуху, когда не нравится. Я не знаю, ребят, вот зачем, зачем заводить животное, когда ты его не любишь и не планируешь ухаживать, как положено, за ним. С набитым ртом и про гостей, которых зазывать скоро надо будет, и про вещи, которые нужно привозить, и про крупы, которые надо покупать. Слушайте, и вот с набитым ртом не разобрать, что она там плетёт. Уралка, ты прожуй, только обязательно прожуй, потом глотни, а потом и говори. А то этим ртом своим набитым не поймёшь, что ты там плетёшь. Ну и главный по квартире сказал он, что обожрался, да. Ну, а я смотрю, интересно, думаю, Уралка съест это всё или нет. Ну, блин, можно не сомневаться, что всё стопчет только так. Ну и что осталось, говорит Сафар, купить стиралку и лоток. Правда, я так и не поняла, какой лоток. Дуни лоток они собираются другой покупать. В принципе, там понятное дело, что другой нужен. А они всё экономят на этой дуне, не знают уже, чтобы её сосисками дешманскими накормить и лоток поставить, чтобы летел песок во все стороны. Ну, знаете, им же не привыкать в грязи жить. Вот мяукает кошка, пошла бы посмотрела, чего она мяукает. Ну, неспроста же она мяукает. Но нет, она толкает в рот эти макароны. Никуда они от тебя, Уралка, не убегут. Так боится, чтобы побыстрее этот хрюкбанг заснять, да бабосы урвать. Ну и чё, Сафар, говорит, справились с тарелищем? С тарелищем. А Уралка говорит, ну а чё, да, в кафе ещё не такие тарелищи подают. То есть, что тут справляться? Правда? Вот как я и сказала, что тут удивляться? Конечно, справиться. Как ей не справиться? А дальше слышу, Уралка на дуню говорит. Иди сюда, говорит, выглядаешь. Слушайте, выглядаешь, это у нас так говорят, это белорусский язык. Уралка, ты чё, я который раз слышу, что ты говоришь белорусскими словами. Ты чё, и правда решила выучить белорусский язык? Так сначала русский выучи, потом будешь учить белорусский. И Сафарчика своего учи на русском говорить, чтобы не орал через каждые пять минут. Как это назевается? Назевается. Ну и Сафарчик оценил рыбу. Да, сказал, сопли там только какие-то, фу. Да, Уралочка, наготовила ты соплей. Ужас, просто ужас. Вот оценил так, оценил блюдо любимой. И я уже думала, у Ралки больше ничего не полезет в горло. Но нет, она принялась за хурму. И опять на дуню, что Дуня хурму ест. И пол хурмы съела. Ей говорят, нельзя, а она всё равно даёт. Как бы не любила, как бы не хотела. Уралка, что-то ты говядиной-то её не балуешь, да? Дорого. А тут получается то, что нельзя ей есть, ты даёшь. Может, из-за этого она и есть не хочет, потому что там не переваривается эта хурма у неё. И ей плохо. Ну а маленький да плюгавенький всё сидит и стунет. Ой, обожрался я. Обжираются сарафан свиньи. Правильно ты, значит, сказал. Только надо было ещё хрюкнуть. И посмотрите, у Ралка дальше продолжает Дуню кормить хурмой. То есть она уже дала ей половину и дальше даёт. Уралка, если ты бестолковая, то попроси своего сарафана вбить в гугл, можно ли кошкам хурму. Если ваш кот любит хурму, запомните, много им давать нельзя. В больших количествах она на них действует, как алкоголь. Ну и много другого написано именно про хурму. Она очень вредная для животных. Хотя она может и принести пользу, но если раз в неделю не больше тридцати грамм. Ну, вы посмотрите, у Ралки просто по барабану. Да, а потом вот Дуня может вполне и мякать, как она сказала. Ну и дальше Уралка обсуждает туники, что они больно короткие. Платья, туники чуть прикрывают коленочки. А что, муж твой не может смотреть на твои коленочки? А почему? В чем проблема? И Сафар ржет прям не может. А то говорит, что это такое? Чуть прикрывает коленочки. А у меня так совсем шорты не прикрывают коленочки. И домашний халат у меня совсем не прикрывает коленочки. Далеко не прикрывает коленочки. А что это ты, Уралка, не можешь с коленочками-то открытыми ходить? Ты же все равно в рейту заходишь и в лосинах. Чего тут такого-то, а? И в горле они маленькие. Ну, правильно, Уралочка. У тебя же такая эксклюзивная шея. Правда, где она, я не знаю. Поэтому в горле маленькие, конечно же. И коленочки открытые. Ну, рассчитаны на коленочки, аккуратные. Но кто же виноват? Ты только сама и виновата в своих коленочках. И говорит, что я буду ходить сверкать прелестями перед Сафаром? Ладно, говорит, перед Абдугани. То есть перед Сафаром можно прелестями сверкать. Ну, вы понимаете, какие там у нее прелести. Ой, все, ребят, это просто какой-то трындец. Ужас. Фу! Ну, и любимый муж высмеял жену. Да, он на нее поглядывал, а сам не знал, куда прятать глаза от такой темы разговора. Особенно, что Сафар-то ладно, якобы поглядывает на ее коленочки до ноги. Да вот перед Абдугани неудобно. Абдугани как бы заикаться не стал, если глянет на все прелести. Дальше все обсуждают эту мебель, телевизоры. И Сафар говорит, мы на большой комнату поставим телевизор. Сарафан, на большую комнату. Ну, сколько можно? Бери букварь. Вместо комментариев – букварь. И грызи гранит науки. А то зубы скоро все повырываешь, так и не вкусив грамотность и изучение русского языка. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Продолжение следует...